друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем печь жаворонков жаворонки это такие классические русские булочки дело в том что 22 марта отмечается церковный праздник день 40 севастийских мучеников а в народе это просто день равноденствия и по традиции именно в этот день пекут булочки виде жаворонков нам понадобится мука изюм ванильный сахар дрожжи соль и обычный сахар растительное масло и молоко пост на варианте обычная вода для начала нам нужно с вами сделать опару мы берем какую-нибудь большую посуду у меня чаша от миксера вот такая вот наливаем и теплое молоко или теплую воду здесь важно чтобы вода или молоко у нас не были горячими иначе дрожжи просто погибнут вода должна быть примерно 40 ну максимум 50 градусов наливаем воду или молоко добавляем сахар и соль дрожжи муку и оставляем все это в теплом месте теперь в теплое молоко мы насыпаем быстро действующие сухие дрожжи добавляем туда же соль и сахар перемешиваем и сверху насыпаем примерно 4 столовых ложки муки больше не перемешиваем накрываем полотенцем и убираем в теплое место примерно на 20 минут улажаем берем 20-30 минут в теплом месте, не на сквозняке ни в коем случае, можно ее оставить просто на кухне, но я вам сейчас подскажу классный лайфхак, которым я пользуюсь, даже когда куличи пеку. Мы ставим самую минимальную температуру в духовке, это примерно 50-60 градусов, и убираем посуду с тестом в нее. Так тесто поднимается намного быстрее. У нас прошло 20 минут, и посмотрите, что стало с нашей опарой. У нее появилась вот такая вот шапочка, и это значит, что дрожжи хорошие, можно дальше замешивать тесто. В принципе, дальше можно не ждать. Мы сейчас с вами добавляем все остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Дальше ставим его на расстойку. Мы с вами замешиваем тесто. Можно это делать на рабочей поверхности, присыпать ее мукой и замешивать тесто руками, так как мы это делаем для пирожков, например, но я буду пользоваться миксером. Смотрите, вот так вот. Такой консистенцией у нас получается тесто. Оно довольно густое и практически сейчас уже не липнет к рукам. Когда мы вымесили тесто до такого состояния, мы снова его накрываем полотенцем и убираем в теплое место. Оно должно настояться примерно час. Можно оставить и подольше. И опять поставлю его в духовку, разогретую до 50 градусов. Тесто у нас постояло час. И посмотрите, как сильно оно поднялось. Просто оно стало очень мягкое, воздушное. Обожаю это делать. Теперь нам нужно это тесто разделить примерно на 12 частей и скатать 12 шариков. Для тех, у кого, как и у меня, проблемы с математикой. Смотрите, мы тесто делим пополам. Затем каждую половину еще пополам. И вот эти вот части у нас получатся 4. Мы делим на 3. То есть каждую часть разрезаем на 3. У нас получаются вот такие вот кругляшки. Теперь каждый шарик нам нужно скатать вот в такую вот длинную колбаску и затем завязать узелок. Раскатываем тесто между ладоней. Делаем колбаску. Не очень длинную. Пока что это похоже на змею. И на гусеницу. Смотрите, теперь мы вот так вот завязываем узелок. На весу неудобно делать, конечно. Так, заново. Колбаску раскатали. Узелок завязали. У нас получается вот здесь вот голова, а вот здесь вот хвост. У нас хвост маленький получился. Просто колбаску нужно было потом еще чуть-чуть раскатать. Теперь мы вот так вот формируем клювик. Просто защипываем тесто. Делаем такой острый кончик. Хвостик мы берем в вилку. И вот так вот делаем немножко, чтобы было похоже на перышки. Наша заготовка, шаворонка готова. Можно еще делать глазки из изюма. Но муж сказал, что получается страшнее с изюмом. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Изюм разрезаем на половинке или на четвертинке, смотря какой размер. И вот так вот втыкаем глазки. Вот получается такая птичка. Дальше птичку кладем на противень. Между птичками обязательно оставляем достаточно много места, потому что они поднимутся при выпечке в размере. Если мы их поставим плотно, у нас получится просто один большой жаворонок. Я думаю, что он будет не очень красивый. Поэтому продолжаем. Делаем то же самое с нашими всеми колбасками. Мы выкладываем птичек на противень. Застеленная бумагой для выпечки. Она у меня с силиконовым покрытием. Я постоянно в это говорю. Я использую только ее и маслом дополнительно противень не смазываю. И ставим в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. Допекаться у нас булочки будут примерно 20-30 минут. Довисит от мощности духовки и от размера булочек. И сейчас я покажу вам один лайфхак. Что сделать, чтобы булочки у нас получились румяные? Чтобы тесто было румяное, точнее, чтобы готовые булочки были румяные, их перед выпечкой нужно смазать взбитым яйцом или желтком. Но если у нас постный рецепт, например, если вы готовите жаворонков на воде, в принципе, у меня здесь, кроме молока, нет непостных ингредиентов, то в этом случае мы можем использовать заварку. Мы также берем силиконовую кисточку и смазываем булочки просто заваркой. Чем крепче заварка, тем румянее получатся булочки. Кстати, она может быть сладкая. Тогда булочки получатся хлаще. Если вы используете не сладкую заварку, то готовые булочки можно посыпать сахарной пудрой. Посмотрите, какие красивые у нас получились жаворонки. Правда, не все, если быть честной, у некоторых глаза подваливались. Но в целом птички очень симпатичные. Главное, они очень вкусные. По вкусу очень похожи на хороший домашний белый хлеб. Обязательно сделайте такие. И я напомню, если вы готовите постный вариант, то вместо молока делайте тесто на воде. Получится тоже очень хорошо. Готовьте, пишите ваши отзывы. Всех поздравляю с наступающим праздником. Подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok